Ну а чтобы Верхневолжие могло гордиться не только производственными достижениями, но и успехами в сфере обустройства общественных пространств и создания комфортных условий для жизни тверичан, им предложили в 2024 году вновь проголосовать за проекты благоустройства в городах в рамках инициированного президентом России Владимиром Путиным нацпроекта «Жилье и городская среда». Жители Верхневолжия смогут отдать свои голоса за территории, которые обретут новый облик в 22 муниципалитетах региона. Благодаря ежегодному участию региона в нацпроекте преображаются городские пространства, важные для самих жителей. К примеру, в Твери в районе застройки по улице Хромова обустроена площадка для отдыха детей и взрослых со спортивным комплексом, велопарковкой и другими объектами. А на набережной Мигаловской создано многофункциональное пространство для прогулок, игр и занятий спортом. В Тверской области ежегодно растет и активность граждан-участников голосования. Если, например, в 2022 году за проекты благоустройства отдали голоса свыше 53 тысяч жителей региона, то в прошлом году уже 67 тысяч человек, которые выбрали 19 объектов, работы на которых будут проведены в 2024. Заметили ли жители областной столицы изменения в плане благоустройства? Как они относятся к таким проектам, эти и другие вопросы, мы задали нашим респондентам, и вот что они нам ответили. В принципе, центр довольно хороший. Ухоженный, красивый. В этом году дороги неплохо стали чистить. Но если дальше центр, то все же уже тот же речной вокзал, простите, но какого в 16-й это год был, когда это все случилось. То есть набережная очень долгое время стояла полуразбитая, там пройти было невозможно. Так что как-то так. Мы хотим видеть свой город благоустроенным. Но вот судя по этой набережной, которая сейчас заснежена, как-то не очень хорошо подошли к вопросу выбора подрядчика, кто все это будет делать. Потому что мы были тогда в шоке от этой суммы 80 миллионов. И все лето наблюдали, как тут два узбека или кто-то, не знаю, ковыряли с этой набережной. Правильно? А теперь она в результате оказалась недоделана вовремя. Мне больше всего нравится, что губернаторам, по-видимому, принято такое решение сделать наш город благоустроенным. И в различных частях города мы замечаем все улучшение, улучшение, улучшение. Поэтому я думаю, та программа, которая принята губернаторам, мы не присутствовали, конечно, там на этих совещаниях. Но я думаю, она грамотная, вот эта программа. И город наш становится все более привлекательным. И это заметно по туристам, которые приезжают. Ну и в таком плане мы надеемся, что дальше он и будет развиваться. Изменилась красивая. Но, вы знаете, у нас неблагоустроено там, где пляж, особенно Тверца. Там ведь хороший пляж, но на столбах какие-то надписи. Вот если бы летом там убрать, сломать все сучьи, там было прекрасное место. Тем более там построили такой дворец спорта. Это пожелание. Ну, все-таки, наверное, зависимости от людей, потому что люди тоже должны какой-то порядок соблюдать. А сейчас, вы видите, даже посередине поставили определенный монумент, и то не могут сохранить. Соответственно, зависит все от людей. Ну и, конечно, чуточку от финансовой деятельности властей. Мне город нравится, Тверь. Просто он, правда, очень похож на Питер. А Питер я очень люблю. Мне нравится город и такой. Я могу сказать, что я буду голосовать, наверное, на выборах на каких-то. Ну, по благоустройству, понятное дело. Красиво уже. Очень часто репосты в соцсетях происходят. То есть кидаем друг к другу с просьбой поголосовать. Допустим, вот мы недавно голосовали про благоустройство стадиона рядом со школами 39-33, потому что мы там проживаем. Ребенок там учится. Очень хотели, чтобы там сделали получше все для деток. Поэтому очень активно принимаем участие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!